всем привет я приветствую вас в новом влоге месяц или даже сколько там меня не было я с порезанным пальцем у нас все как всегда все дети на месте кто-то подрос так хорошенько да подросла подросла старший няня уже ушла сидит обедает и сидит в планшете скоро пойдет спать а я я даже не знаю с чего начать я уходила с работы с со своей полностью отдыхала вот этот месяц вообще от всего отдыхала вообще от всего ничего не делала а сейчас снова вернулась на работу но не туда где работала раньше в другое место решила что пора расти вот и пошла чуть более больше компанию скажем так так сейчас я вас поставлю так сама возьму малышку пошла в компанию покрупнее вот и теперь я работаю у меня более ответственная работа вот я короче решила что я буду развиваться плюс люди знают всю мою ситуацию до конца про деток и как бы так абсолютно спокойно нормально к этому относятся так что я короче снова работаю вот у нас наступает лето я кстати записываю без микрофона и я сейчас это часть видео будет без микрофона я сейчас верну микрофон подождите в общем я не могу найти провода от микрофона поэтому будем записывать на наушники сегодня надеюсь что звук будет нормальный в общем у нас прошло получается полтора где-то месяца как я не выпускала вообще никаких влогов я в принципе не делала это регулярно но решила что можно в принципе записать вот как у нас дела у нас типа все нормально стабильно мы в принципе потихоньку развиваемся ремонтируем машину последние разы я говорила что муж попадал в аварию вот и мы нашли как недорого отремонтировать машину вот недорого это где-то тысячи три-четыре за все это для америки это недорого особенно для таких повреждений вот поэтому уже через месяцок я надеюсь будет машина и мы задумали ту которую купили наоборот теперь продать вместо нее взять другую короче у нас тут крутятся вертится шестереночки наши вот муж работает по-прежнему много ну вот я по-прежнему вот с этими двумя мазьками сижу воде иван димит димит у нас тут почту проверяет теперь вот эта малышка вот довольная растет да ты растешь да слюнявая какая зубки у нее режется так что слюней полный дом мы обновили коляску обновили мне рабочий планшет это из таких очень радостных для меня моментов потому что у меня был не старый планшет но он был маленький мне короче я учусь рисовать на планшете и рассказываю все сразу рассказываю все сразу я учусь рисовать на планшете и мне уже тот и мне уже тот планшет показался маленьким который был поэтому я короче решила что куплю новый планшет вот в техасе наступает лето мы ходим с детьми в бассейн даже младшая уже один раз купалась вот в принципе лето в техасе ничего не поменялось дышать нечем влажность 97 процентов но я не знаю как весь техас остин даже надо говорить север остина потому что в остине в разных районах бывает разная температура воздуха вот в принципе как бы вроде как много всего нового вроде как ничего нового все по-старому занимаемся ремонтом машины занимаюсь я своей работой занимаюсь детьми вот отдыхала месяцок вообще от всей работы и чувствовала себя прям как то я не знаю я я не буду говорить все эти модные слова наполнилась там за такое нет просто немного выдохнула и поняла что муж зарабатывает деньги он обеспечивает моя работа сейчас это да это приносит деньги они типа нормальные но это не те деньги которые мы можно содержать всю семью в сша в польше на такие деньги можно содержать всю семью в сша нет поэтому я все равно довольна эта помощь мужу тоже как бы деньги лишними не бывают я могу работать благо мой уровень языка и уровень того что я умею позволяет мне зарабатывать в любой точке мира вот поэтому мне это очень нравится youtube у меня развивается крайне крайне медленно потому что я пропадаю выпадаю вообще месяцами отсюда просто потому что двое детей и старший не ходит в садик но да у нас появилась няня и уже были влоги где у нас была няня но сняли тоже у нас приколы мы меняли няню сто раз потому что одна не приходит другая нашла работу постоянно тоже больше не может то есть у нас как бы тут такие рокировочки были вот я активно худею я короче скинула два с половиной килограмма за два месяца и мне это супер нравится но надо еще скидывать потому что после родов конечно восстановление она как вы понимаете вот в принципе я даже не знаю что рассказать у меня вроде в голове было столько столько тем но я все вот так скажем так наговорила сразу все в пять минут уложилась как у нас дела может быть рассказать как у родителей дела у родителей напоминаю что мы по ю фаю выступили спонсорами моим родителям и они приехали сюда они живут папе помогли с работой он работает теперь там же где и мой муж муж помог вот и типа все у папы налаживается вот мама как работала удаленно так и работает тоже как я вот это день и ночь что он телефоне компьютере и во всем сразу ну в принципе они довольны жизнью и лучше чем под ракетами скажем так вот поэтому жаловаться вообще не на что это у нас траву стригут вот у нас в августе заканчивается наш лист контракт то есть здесь в квартире я тоже об этом говорила что заканчивается сейчас высокий сезон дома подорожали мы хотим в дом но мы не знаем вообще в какой дом до чем мы даже не уверены что мы будем в доме короче пока у нас с этим под вопросом под большим какой дом и куда мы поедем если мы все таки не найдем дом мы останемся пока в этом комплексе до зимы а зимой переедем низкий сезон но муж уже задолбался жить в квартире хотим в дом мы больше жили в доме и до дома это действительно типа это классно когда свой дом своя территория все есть не может поэтому мы ищем активно дом вот надеюсь что мы его не только найдем но еще и арендуем потому что это тоже такой момент что нужно пройти вот эти все проверки так дальше мы нашли американского риэлтора здесь за риэлтора платит кстати тот кто хочет сдать жилье а не тот кто снять поэтому мы за риэлтора не платим но мы активно ищем дом потому что в квартире нам уже мало места здесь для четверых и мы вот сейчас тут живем и реально мало места то есть например я ложу младшую ты он спать и у нас одна комната в которой мы тусим как бы все вместе приходит няня ты она спит димит у меня тут скачет в метре а у меня рабочий созвон и я получается вообще никак не могу типа абстрагироваться у меня люди слушаются как димит песни поет на работе и нам нужно в дом чтобы разделить пространство сделать отдельно детскую в тите нет будет скакать как конь и не по головам у людей потому что мы живем на третьем этаже нужно сделать отдельно нашу спальню с мужем где мы с ним будем жить не будет сделать отдельно зал где могут там няня когда приходит с ним играть или его детской чтобы у младшей тоже было пространство она могла например у меня в кабинете со мной в коляске спать пока я работаю то есть нам надо разделить зоны пространства потому что мы сейчас по сути все живем в одной комнате и хоть дети и маленькие да как бы по если воспринимать как в украине то у нас типа двухкомнатная квартира типа спальня плюс зал кухня вот это студии но в спальне принципе мы только спим и нам вот все мы все время все в одной комнате это очень сильно утомляет пространство мало игрушки под ногами постоянно дома ужаснейший бардак это вот то что сейчас я показывала так ну за спиной вот видно то есть вот то что сейчас это считается порядок потому что более-менее убранные игрушки но типа я же не могу ребенку запретить раскидывать игрушки внутри года он должен раскидывать игрушки в этом возрасте и типа мы все просто тусим в одной комнате и это начинает уже немного напрягать так скажу а запретить детям баловаться и играться я не могу то есть у нас толком нет зоны кухни эта кухня только там где я готовлю все остальное пространство у нас ковролин на котором каждый день появляются новые пятна я уже даже не пытаюсь их выводить мы просто заплатим в конце за ковер и все потому что типа бегать за демидом и вытирать эти пятна я устала отучить его ставить эти пятна если вдруг кто мне хочет такое посоветовать еще невозможно потому что он сидит и ест вот как вы видите сидит и ест за столиком но при этом это ребенок у него может что-то упасть если например он ест буряк или борщ и у него что-то падает из борща случайно это может быть но это все равно пятно вот поэтому типа сложно и мы собственно должны вот переехать либо больше квартиру в два раза нам надо либо в дом уже с тремя четырьмя спальнями по сути цена на это одинаковая то есть что квартира по сути трехкомнатная зал плюс две спальни что дом зал плюс две-три спальни имеет одну и ту же цену вот поэтому по-любому типа надо но мы ищем дом но если вдруг нам его не сдадут такое может быть то да мы перейдем в квартиру побольше и разделим эти зоны чтоб наконец там был кабинет в котором можно работать спокойно пока демид с няней вообще закрыла двери и все у меня нету вот так в принципе у нас практически все по старому потому как с детьми это рутинные такие дела там покормить погулять поспать потом опять покормить погулять потом опять поспать и вот так все по кругу единственное что меняется это погода за окном вот у нас последнее время так очень дождливо но при этом очень парка жарко и сегодня сняли демид выходил бассейн гулял вот в принципе все больше даже рассказать ничего я жду починки машины у нас появится машина мы будем выезжать куда-нибудь когда у меня не будет работы либо я буду выезжать прямо с ноутбука меня не будет гулять я буду работать будем смотреть как это будет получаться я не по я пока не знаю но типа надо что поменять и я в этом говорила еще раньше но мы пока ничего не можем поменять пока не поремонтирована машина до конца и пока мы не переехали как бы в дом где у нас будет двор чтобы дети могли гулять например во дворе а я работать там стол поставил ноутбук открыл все ты на работе закрыл ноутбук ты не на работе вот то есть у нас вот так вот все пока происходит и ничего особо не меняется у меня прическа как и курицы погреблись вы не обращайте внимание просто я мать я имею право вот на настроение в целом хорошее настроение и настрою нас с мужем отличный я считаю что мы движемся в правильном направлении после того как мы вот это все сделаем с домом с машиной все это порешаем вот следующий этап у нас открытие компании после этого я буду смотреть как мы можем старшего куда определить в какой садик в какую школу возможно он сможет сентябре пойти в при к с четырех лет туда берут но ему еще не будет четырех то есть мы будем смотреть может быть он и через год пойдет не знаю если мы его куда-то пристроим будет супер ну вот либо в садик либо в школу либо на занятия то есть вопрос пока открыт вот но на эту страну нужна машина чтобы его туда возить вот а еще кстати из новостей мы возили малого к логопеду к двум к американским и к нашим логопеды посмотрели ну ему как раз вот было три года и логопеды проверили соли в порядке как развивается ребенок нету ли каких-то задержек отклонений там от нормы так дальше мы прошли два обследования все с ним замечательно я еще вот хочу свозить его на чекам придумал вы знаете что это полная типа проверка хочу свозить на чекам чтобы проверить витамины меня больше всего интересует витамины так то он здоровый хочу просмотреть и какие у него дефициты вот что мы можем восполнить в принципе что что делать к стоматологу мы пока не пойдем он этого не переживет вот только под седации на зубки у него здоровы поэтому к стоматологу пока мы не пойдем на чекам рано рано пусть еще немножко подрастет пока зубки здоровы все хорошо вот вот уже младшая возмущается вот прошло 10 минут и вот так вот это происходит да ты уже возмущена до глубины души да скажи приветик привет это кто это теона она уже почти сидит два теона уже почти сидит да привет ты училишь сама ты очень самостоятельная девчонка такая же как димит два ну и такая ты самостоятельная девочка ей уже вот 14 июня будет полгода мне кажется все время что время очень медленно летит а на самом деле очень быстро да вот тебе уже и полгода полгода уже ай какая давай беги беги куда бежишь куда бежишь ползать еще не умеет сидеть еще толком не умеет а уже и куда-то надо да куда-то тебе надо бежать на работу бежишь и куда вот так распласталась ай ты привет привет подписчики ставьте лайк да и красотка ой да детки вот у нас сзади приобретение наша новая коляска за обложенными до шмотками он оккупирует все что видно и не видно могут но так в принципе все я думаю что на сегодня и цена достаточно я планирую выпустить в ближайшее время видео по английскому когда конкретно это будет я сказать не могу потому что это зависит от не от меня от детей от моей работы поэтому увиделись я немного рассказала как у нас дела как у нас там чего изменилось ну и на том все спасибо за ваши просмотры просмотрите это видео чтобы я не теряла связь с ютубом ну и всем хорошего дня всем пока пока